Минусуем и получаем выгоду. Сегодня в Елабге проходит операция по ликвидации тромбозов, которые мешают нормальному функционированию кровеносной, так называют её между собой коммунальщики, системы теплоснабжения. На территории города насчитывается 8 котельных. Из них одна, котельная Суворовского военного училища, была остановлена в этом месяце. Её признали нерентабельной. Здание аварийное, оборудование старое, высокий расход удельного топлива, в эксплуатации с 1975 года. Эта котельная обслуживала всю территорию училища и дома по улице Большая Покровская. Сегодня эти объекты обслуживает котельная Тугарова. Переключение дало свои хорошие результаты, так скажем. Стало гораздо теплее, и проблем с отоплением в принципе сейчас у нас уже и нет. Теплее не стало, но и холоднее не стало. Нормально. Для меня, например, нормально. Есть опасность, что там давление же больше. По-моему, они сейчас маятся, что трубы наши гнины. Они лопаются. Тут надо всю систему менять. Прежде чем ликвидировать котельную Суворовского училища, котельная Тугарова была модернизирована в течение четырёх месяцев. Здесь установили четыре новых насоса с системой автоматики. Это позволяет разделять тепло на потребителей. В городе она самая молодая 2005 года постройки и загружена на данный момент всего на 40%. На её реконструкцию Кэрхолдинг в прошлом году затратил почти 13 миллионов рублей. Выполна перемычка. Вот новая перемычка лежит. Это тепловод диаметром 200 миллиметров. Трубы современной ППУ-изоляции. То есть потерь практически наименьшей потери. Это протяжённость 800 метров. Вся эта работа направлена на улучшение качества услуг и сдерживание тарифов. Неоднократно повторяют гендиректор ПТС и управляющая компания Кэрхолдинг. Мы почитали, что мы в год будем экономить порядка 94 тысячи метров кубических газа. В деньгах это порядка 250 тысяч. Основная цель была не только получить выгоду, но и повысить надёжность теплоснабжения. В этом году примерно в апреле месяце остановят работу котельной РСУ. Она также находится в плачевном состоянии. Её содержать сегодня невыгодно. Дома по улице Московская, которые она раньше обслуживала, перешли на двухконтурные котлы. Получается, что она нужна сегодня лишь для трёх домов. Тукая 41, 41А и Тойминская 186. После её ликвидации эти дома переключат на котельную УППВОЗ. Юлия Вареникова, Артём Корнилов, Елабужская служба новостей.